Наш сегодняшний докладчик Роман Авдеев расскажет про корневые подгруппы на афинных сферических многообразиях. Пожалуйста, Роман. Спасибо большое. Давайте я начну с некоторых обозначений. Мы работаем над полем К, который предполагается ЛГБС и характеристикой 0. Давайте я тут буду показывать. И вот для нас очень важным объектом во всей работе будет являться аддитивная группа самого поля. Мы ее обозначаем, вот это вот жест с нижним индексом А, аддитивная группа поля. И теперь давайте посмотрим на неприводимое алгебраическое многообразие Х и предположим, что вот это многообразие снабжено нетривиальным действием вот этой самой аддитивной группы поля. И в этом случае, в этом случае можно рассмотреть образ этого действия, в смысле образ вот этой группы в группе автоморфизмов. И вот этот образ в соответствии, я не знаю, с общей теорией называется ЖА подгруппой на... Ну, ЖА подгруппой в группе автоморфизмов, ну и еще там, допуская вольность речи, говорят просто ЖА подгруппой на... на многообразии Х. Вот, можно ввести такое понятие эквивалентности для двух ЖА подгрупп. Давайте мы посмотрим более подробно. Значит, если у нас есть две корневых подгруппы... Ну, в смысле, ЖА подгруппы H1 и H2 в группе автоморфизмов, то они называются эквивалентными, если можно подобрать такое непустое открытое подмножество в нашем исходном многообразии Х, что вот для любой точки из этого подмножества орбита... Пересечение орбиты первой ЖА подгруппой с W и орбиты второй ЖА подгруппой с W совпадает. Короче говоря, если мы просто ограничимся... Смотрите, давайте мы просто рассмотрим расслоение на орбиты группы H1 и расслоение на орбиты группы H2. И вот утверждается, что если мы просто ограничимся на вот такое вот открытое подмножество, то эти два расслоения на орбиты, они просто совпадут. Давайте я покажу пример. Он совсем простой, но я надеюсь, он создает некую картину того, что происходит. Давайте мы рассмотрим двумерную плоскость К2 и рассмотрим такое действие H1. Пусть оно к первой координате просто прибавляет какие-то произвольные значения. А во втором случае давайте мы скажем, что у нас к первой координате прибавляется не просто произвольное значение, а произвольное значение умноженное на Х2. То есть на самом деле во втором случае мы рассматриваем линейные действия. И тогда я тут показал, что в первом случае орбиты – это просто горизонтальные прямые. Вот они тут зелененькие отмечены. Во втором случае орбиты – это тоже почти горизонтальные прямые. То есть при Х2, неравном нулю, это тоже будут прямые. Вот как были, так и остались. А при Х2 равном единице, то есть тут у нас просто набор точек получается. Вот эта вот ось ОХ, она просто стоит из неподвижных точек. Соответственно, если мы вот эту вот ось ОХ выкинем, то вот картина орбит, она у нас сохранится такой же, какая была в исходном случае. Так, это что касается эквивалентности. А там открытое множество не предполагается инвариантом, да? Не обязательно? Не предполагается, нет. Тут, наверное… Ну, в общем, вот в этом определении не предполагается. Давайте я сразу скажу, что, забегая вперед, что, в принципе, нам вот это вот понятие эквивалентности не очень будет нужно. Но как бы в некоторых местах оно вылезает. Ну и вообще, значит, глобальная задача, которую можно было бы ставить, скажем, если у нас есть какое-то в гибридическом многообразии X, то было бы неплохо там уметь классифицировать все же действия на этом множестве. Но вот это вот такое отношение эквивалентности, оно очень естественно. И если уж ставить задачу классификации, то было бы, естественно, ставить ее как раз с точностью до такой эквивалентности. Но я повторю, что нам это особо не будет нужно. Вот. До этого мы рассматривали вот это вот понятие же А подгруппы и понятие эквивалентности я определил для случая произвольного алгебраического многообразия неприводимого. Теперь давайте мы рассмотрим случай афинного многообразия. Вот тут он выделяется наличием очень интересной дополнительной структуры, которая позволяет более эффективно изучать вот эти вот А подгруппы. Итак, пусть у нас Х – это афинное многообразие, которое неприводимое по-прежнему. Давайте мы обозначим через К от Х алгебру регулярных функций на этом Х. И вот давайте рассмотрим такой объект, как дифференцирование вот этой самой алгебры функции. И вот тоже одно из ключевых понятий во всей этой науке – это понятие локально-непатентного дифференцирования. Значит, D называется локально-непатентным, если какую функцию не возьми, для нее найдется такая степень, что вот эта вот степень… Если применить вот это вот самое D, подходящее число раз, то обязательно функция обнулиться. Вот это локально-непатентный. То есть мы не требуем, чтобы вот эта К была одним и тем же для всех, просто говорим, что для каждой… То есть если бы К был одним и тем же для всех, то это было бы просто непатентное дифференцирование, но мы этого не требуем. Соответственно, вот эта вот К, она может зависеть от F. Для каждого F свое К. И вот как раз, собственно, это объясняет термин локально-непатентным. Хорошо. И теперь смотрите, если у нас есть локальное непатентное дифференцирование на вот таком многообразии X, то тогда ему можно сопоставить естественным образом ЖА под группу. Вот на этом самом X. А именно, что у нас получается? Что если у нас есть дифференцирование локально-непатентной алгебры функций, тогда мы можем из него сделать что? Значит, вот я написал, как раз я сейчас буду поправлять. То есть, что я вижу, что я не до конца все написал, поэтому давайте я отмечу, что на самом деле вот это вот FIDE, вот смотрите, если у нас есть локальный непатентное дифференцирование D, тогда по нему мы строим отображение из К сначала просто в автоморфизм алгебры. И вот как раз вот эти автоморфизмы алгебры, они как раз вот по такому правилу и действуют, что для каждого скаляра мы рассматриваем просто экспоненту от S умножить на D, и это будет некое линейное преобразование самой алгебры функции, но как раз в силу непатентности оно там получается, действие получается как рациональным. Соответственно, у нас возникает действие вот этой самой ЖА, то есть аддитивная группа поля, на самой алгебре, и тогда оно дальше уже продолжается, ну как бы не продолжается, а индуцирует настоящее действие, регулярное действие на самом многообразии X. Вот так. Вот, значит, и что я сказал, что вот если у нас есть локальный непатентный дифференцирование на алгебре, давайте тоже здесь помечу, что здесь должна быть алгебра, то тогда вот по нему можно построить вот такую ЖА подгруппу на многообразии X. И теперь тоже очень важно заметить, что если мы D заменим на пропорциональное, то это не повлияет на саму подгруппу, которая там будет действовать, то есть на образ этой подгруппы в группе автономнофизмов это не повлияет. То есть сдвиг аргумента какой-то будет, но сама подгруппа останется неизменной. И вот как раз общая теорема из этой науки гласит, что если вы рассмотрите вот такое отображение, которое каждому локальному непатентному дифференцированию сопоставляет вот соответствующую подгруппу в группе автономнофизмов X, то это как раз будет биекция. То есть между ненулевыми, значит, мы рассматриваем биекцию между ненулевыми и локальными непатентными дифференцированиями с точностью до пропорциональности и вот с другой стороны рассматривать же подгруппу на множестве X. Так, это, да, хорошо, это было. Теперь давайте перейдем на следующий слайд. Сейчас, секундочку, мне тут зум мешает это сделать. Сейчас я пытаюсь разобраться. До сих пор же переключались? Да, я понимаю, что я переключался, но сейчас просто у меня такая вот верхняя панель, она мне закрывает кнопку перейти на следующий слайд, соответственно, я не очень понимаю, что я могу сделать. Верхнюю панель вбок, может быть, можно отодвинуть. Сейчас. Нет, я вроде... Вот, 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 работает. Попробуем так пока. Хорошо. И вот теперь, опять же, у нас X афинное многообразие. И вот есть алгебрические критерии эквивалентности двух же подгрупп на вот этом алгебрическом на финном алгебрическом многообразии. Значит, у нас рассматриваются h1, h2, две подгруппы, же подгруппы. Пусть они соответствуют с каким-то локальным патентным дифференцированием d1, d2. И вот тогда в этих терминах можно сформулировать критерии эквивалентности, что, во-первых, ну, с одной стороны h1, h2 эквивалентны, с другой стороны, вот, эти два локальных патентных дифференцирования имеют одно и то же ядро. И в третьих, да, третье условие, что вот можно подобрать такие ненулевые элементы в нашей алгебре, что вот оказывается d1 равно d2, ну, с точностью до умножения. Короче говоря, можно подобрать такую рациональную функцию, что второе дифференцирование есть первая умножить на вот эту функцию. А эта рациональная функция должна быть инвариантной? Инвариантной относительно чего? Ну, относительно каждого из этих двух эквивалентных действий. Так, вот это, сейчас, секундочку, я не знаю, это надо уточнять. Да нет, не обязательно, только чтобы она lnd. Иван Владимирович, да, говорите? Вот для того, чтобы это было дифференцирование локально-ненулевые патентные, вообще не нужно, чтобы эта функция была инвариантной? Или это непонятно? Нет, чтобы это дифференцирование d1, d1, чтобы она была lnd, нужно, чтобы она лежала в ядре d1. Но мы сейчас не этим интересуемся, мы интересуемся, вот у нас есть два готовых lnd, d1 и d2. И если для каких-то a1 и a2 выполнено такое равенство, как в условии 3, то очевидно, что ядра у них совпадают, поэтому тут a1 и a2. Ну, это равенство можно переписать иначе, можно написать, как предложил Роман, через рациональную функцию, что d1 равно fd2. Вот чтобы такое равенство было выполнено для двух lnd, что d1 равно fd2. Нужно, чтобы f была инвариантной? Мне кажется, что аиты должны быть в ядре. Не, ну сами аиты, может быть, формальные нет, но если есть рациональная функция инвариантная относительно мунепатентной группы, то ее всегда можно представить в виде частного двух регулярных функций с этим же свойством. Ну, в смысле, да, существует... Тут вопрос про рациональную функцию. Вот это необходимое условие, что частное, там, a1, k2, должно быть инвариантной, чтобы для двух lnd было выполнено это равенство. Оказывается, геометрически оно естественное. Наверное, да. Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что можно выбрать аиты из ядра. Соответственно, рациональная функция должна быть... Мне тоже так кажется. Должно быть так. Ну, хорошо. Хорошо, давайте я сразу скажу, что, в принципе, это нам тоже особо не будет нужно, поэтому... То есть можно оставить себе это как вопрос, чтобы разобраться в будущем, да. Но сейчас я говорю, что это нам особо не будет нужно. Просто это некий вот уже алгебраический критерий эквивалентности двух же а действий. И давайте, если мы вернемся к тому примеру, который я показывал, да, то в первом примере, когда у нас просто есть действие чего? Просто прибавление к первой координате, то тогда это дифференцирование... Ну, на самом деле, я думаю, с точностью до знака его можно вот так представить. Просто как дифференцирование по первой координате. а второе можно представить как дифференцирование по первой координате умноженное на 2 соответственно здесь как раз мы видим что дифференцирование отличаются друг от друга на умножение на какую-то функцию ну и таким образом они эквивалентны как раз ну собственно по любому из двух по любому из двух последних условий вот этой вот этого предложения нет ну там аиты могут быть любые тут на требовать их вариантности они могут быть любыми но если есть любые то есть и инвариантные вот что это другое это тут это обсуждается это другое упреждение понятно да понятно если какие-то аиты есть то аилогибридные вариантов одинаковые иначе общая орбита тоже одинаковые если с какими-то так ну что давайте я пойду дальше да да а давайте вернемся к ситуации когда x не обязательно афина и возьмем какую-нибудь h это будет же подгруппа в этом самом x и теперь давайте рассмотрим вот такую ситуацию что пусть нас имеется какая-то алгебраическая подгруппа f в группе автоморфизмов и теперь предположим что вот это вот самое f она нормализует нашу аддитивную группу этот же а подгруппу и вот в этом случае аж называется f корневой подгруппы f корневой подгруппы ну вот термин откуда берется почему почему название именно корневой подгруппы вот это будет пояснено позже когда будем рассматривать теорический случай так и теперь что да теперь некие просто выкладки значит мы берем образ этой же а подгруппы в группе автоморфизмов да и тогда тогда вот условия нормализуемости она означает что уже умножить на фи от sg минус 1 в общем нормализуемость означает что мы действуем на аргумент вот этого отображения умножением на характер только тут тут я неправильно написал тоже до характер же будет актер же давайте поправлю актер же вот и соответственно характер да и этот характер он называется весом f корневой подгруппы аж это будет вес это некий характер теперь теперь какое свойство тоже важно и вот она нам будет нужно дальше что давайте предположим что f это вот алгебраическая подгруппа она связана и действует на нашу многообразие с открытой орбитой который обозначен через боев и предположим что открытой орбиты мне сохраняется орбита не сохраняется вполне может быть такое что если вы возьмете там любую точку из открытой орбиты начнете действовать на нее при помощи от этой подгруппы и вполне может быть так что вы останетесь внутри этой орбиты ну вот а бывают ситуации когда вы выходите за пределы от орбиты и вот в этой ситуации мы утверждаем что существует ровно один f инвариантный простой дивизор который f инвариантен да но он не инвариантен относительно h вот этой ситуацией говорил что просто h двигает h двигает вот этот дивизор и вот я нарисовал некую картинку что вот в этой ситуации как это все выглядит что вот у нас есть открыта орбита вот есть вот этот вот двигаемый дивизор и на самом деле выглядит все так что если вы возьмете какую-нибудь точку в этой открытой орбите и подействуете на нее при помощи h, то орбита, собственно, вся орбита, кроме одной точки, она будет лежать внутри вот этой OF, а вот ровно одна точка, она выпадет на вот этот дивизор D. Соответственно, вот это выглядит вот так. Вот это вот, давайте я еще раз скажу, значит, вот это вот предложение, оно дальше нам будет нужно. И в том случае, когда x афинно, мы можем что сделать? Мы можем точно так же, смотрите, если у нас есть h нормализуется подгруппой f, то тогда соответствующее локальное нелепатентное дифференцирование, оно тоже автоматически нормализуется f, ну и вообще, в общем, это эквивалентно. Если вы хотите изучать на афинном многообразии f нормализуемые же а подгруппы, то тогда это то же самое, что изучать f нормализуемые локальные нелепатентные дифференцирования на соответствующие а. Ну и вот это соответствие, оно тоже, естественным образом, сохраняет вес. Вот это вот некие базовые вещи, давайте так сказать, сейчас я установлю некие базовые вещи про ЖА подгруппы. Дальше мы переходим к торическому случаю, который служит, собственно, отправной точкой для всей нашей работы и какой-то такой мотивации. Давайте рассмотрим следующую ситуацию, когда t у нас тор, пусть вот так вот, x от t это решетка характеров, дальше пусть у нас имеется x это какое-то t многообразие. Здесь стандартное определение, я привожу, что x мы называем торическим, если x нормально, неприводима и обладает открытой t орбитой. Вот здесь следует сделать такое замечание, что обычно, когда пишут работы про торическое многообразие, там дополнительно требуют, чтобы тор действовал фиктивно. И вот давайте здесь я подчеркну, что вот как раз вот это вот предположение нам оказывается неудобным. Соответственно, просто давайте мы потребуем, чтобы тор действовал с открытой орбитой и все. То есть пусть даже неэффективно. И теперь я хочу сказать, как можно описывать... Значит, смотрите, вот это вот торическое многообразие, и в принципе, про эти торические многообразие, там есть полное описание в терминах вееров, да, для произвольных торических многообразий есть описание в терминах вееров, но нас в первую очередь интересуют именно афинные случаи. Ну почему? Потому что как раз мы хотим изучать жеа подгруппы, и эти жеа подгруппы удобно изучать при помощи локальной или под этой дифференцировки. Соответственно, афинный случай у нас в приоритете и тот, который мы хотим рассматривать. Так вот, в случае афинных... Есть вопрос, а вот эффективное действие, она до какой степени нужна? То есть там проблема в том, что могут быть какие-то дискретные подгруппы, которыми будет осуществляться тривиальное действие, или будут какие-то подторы, которые будут тривиальные действия, то есть каких-то интересных... Ну там подторы, да, ядро неэффективности, это будет некий подтор. Ну хотя нет, нет, может быть и конечная группа. То есть на самом деле может быть абсолютно любая подгруппа, и нам это не важно. Хорошо. То есть вот есть тор, и вот он действует, и ядром неэффективности может быть в принципе что угодно. Но нам важно, что вот там будет появляться эта решетка. Вот это вот ядро неэффективности, оно определяется некоторой своей решеткой, и вот эта решетка нам будет нужна как раз. Значит, афинные торические многообразия с точностью до тейквариантных изоморфизмов, они у нас классифицируются, вот давайте я сформулирую в таком виде парами, M и G, где M это подрешетка в решетке характеров, а G это конечный порожденный конус в полной размерности. Вот это вот условие очень важно, что в полной размерности. полной размерности. Где? Ну, в соответствующем рациональном векторном пространстве, натянутом на эту решетку. Ну, и здесь, собственно, давайте я чуть позже поясню, как по вот этим данным. Значит, если у нас есть подрешетка и конус, как по этим данным построить афинные торические многообразия, это будет просто. Здесь давайте я что написал, что вот если вы пересечете решетку с соответствующим конусом, то это будет некий подмоноид. Про этот подмоноид тоже можно заранее сказать, что он, конечно, порожден и насыщен. Ну, насыщенное такое стандартное свойство, оно на самом деле отвечает за нормальность как раз соответствующего многообразия. Насыщенность – это условие, что, ну, как бы, пересечение, значит, наш моноид является пересечением просто решетки с конусом. Собственно, вот он у нас так и определяется, поэтому тут эта тавтология. Ну, и точно так же можно сказать, что вот если я тут хочу задавать парами М и Ж, да, но на самом деле можно задавать просто вот такими вот как раз подмоноидами в решетке характеров. То есть если у вас есть гамма, то тогда по этому гамму можно восстановить однозначно М и точно так же восстановить однозначно Ж. Собственно, М – это просто решетка, натянутая на гамму, порожденная гаммой, а Ж – это будет конус, натянутый на эту гамму. Вот, собственно, и все. Ну, и давайте скажем, как там получается конструкция финно-наторического многообразия, отвечающая вот этой паре М и Ж. Очень простая. Значит, у нас мы стартуем с М и Ж, решетка, конус. Дальше строим соответствующий моноид, гамма, и рассматриваем то, что называется полугруповая алгебра. И эту полугруповую алгебру можно представлять себе вот так, как прямая сумма неких одномерных подпространств, параметризуемых как раз вот этой вот полугруппой, нулимоноидом. И мы просто по определению кладем, что произведение F лямбда на F мю, оно будет равно соответствующему вектору, отвечающему сумме, лямбда плюс мю. Ну и там можно показать, что это будет афинно-наторическое… В смысле, сейчас… Да, это будет… Сейчас, секундочку, я тут пробрался, да? Где-то я пробрался. Потому что здесь у меня X, а там у меня алгебра. Значит, я должен спектр написать. Давайте мы напишем… Это будет спектр. Спектр вот такой алгебры, где вот это, собственно, K от гамма. А это есть вот такая вот алгебра. Так, вроде так теперь стало лучше. Хорошо, значит, и теперь смотрите. Вот я описал, как выглядят финно-наторические многообразия. И теперь хочется представить вам картину того, как выглядит вот как раз… Что мы хотим на аторических многообразиях? Мы хотим рассматривать как раз T-нормализуемые аддитивные вот эти вот GA-подгруппы. T-нормализуемые GA-подгруппы, то есть в нашей технологии T-корневые подгруппы. Мы хотим изучать. Значит, чтобы их описать, нам понадобится некие дополнительные обозначения, которые давайте я сейчас введу. Значит, смотрите, у нас уже есть обозначения M, G и гамма. И что нам еще понадобится? Давайте мы рассмотрим двойственную к M-решетку, двойственное векторное пространство, натянутую на двойственную решетку. Вот в этом двойственном пространстве рассмотрим двойственный конус к исходному конусу. И теперь вот при описании, ну или при работе с торическими многообразиями часто нужна такая вещь, как лучи вот этого двойственного конуса. Лучи этого двойственного конуса. Вот я предлагаю вместо лучей двойственного конуса рассматривать все примитивные элементы решетки, которые лежат, собственно, на этих лучах. Вот E1 – это такие примитивные элементы решетки двойственной. Что лучше натянутые на них – это просто ребро вот этого конуса E. Ну и вот я тут нарисовал картинку, которая призвана немножко проиллюстрировать это понятие. То есть вот у нас есть конус E, вот у нас есть ребра, и вот эти ребра, они как-то пересекаются с решеткой. И вот давайте мы берем просто примитивный элемент на каждом ребре, и вот образуем из них множество E1. Это вот некое конечное множество, и оно у нас параметризует просто все лучи, все лучи вот этого двойственного конуса. Ну и еще, что известно про афиноэторические многобразия, ну и вообще про всю эту комбинаторику. Значит, E1 – это примитивные элементы на лучах двойственного конуса, значит, они, естественно, находятся в объекции с лучами двойственного конуса. Лучи двойственного конуса находятся в естественной объекции с гранями конуса G, вот исходного, которые имеют корразмерность 1. Грани корразмерности 1. А еще вот из теории тоже афинных исторических многообразий известно, что вот эти вот грани корразмерности 1, это, на ней находятся объекции с простыми тринвариантными дивизорами на многообразии X. Ну, в общем, тут тоже можно явно написать, что там, что будет, как бы, идеал, задающий соответствующий тринвариантный дивизор, но я предлагаю это опустить пока. То есть, в принципе, это нам не очень нужно. В общем, там можно все аккуратно показать, как вылезут эти самые дивизоры. И вот теперь ключевое понятие вот всей этой теории, когда мы хотим рассматривать T-корневые подгруппы на афинных исторических многообразиях, вот это понятие корня демазюра. И вот теперь давайте мы подробно как раз про это поговорим. Итак, смотрите, вот мы берем луч вот этого двойственного конуса. Ну, в нашем случае берем просто элемент из Е1. И дальше для него определяем множество неких векторов вот с таким свойством. Векторов вот с таким свойством. Значит, смотрите, мы требуем... Смотрите, вот это вот множество, оно будет лежать в исходной решетке. И теперь мы говорим, что элемент исходной решетки лежит вот в этом самом множестве. R с индексом ρ от E. Если вот этот вот элемент ρ на E принимает значение минус 1. А все остальные элементы из Е1 принимают неотрицательное значение на вот этом самом E. То есть, грубо говоря, в общем, примитивный элемент на нашем луче, который мы выбрали, он спаривается минус 1, а все остальные лучи вот этого конуса E спариваются неотрицательно. Это вот очень важный момент. В смысле, вот это как бы есть вот это принципиальное определение. И дальше мы теперь... Смотрите, мы сейчас определили вот это такое множество для каждого луча конуса E. И теперь давайте мы просто объединим соответствующее полученное множество, построенное по каждому из лучей. И ясно, что это будет дизъюнктное объединение, потому что вот условие, что если вот с одним лучом спаривается минус 1, а с другим лучом неотрицательно, то тогда как бы вот один и тот же элемент не может попасть в два множества одновременно. Соответственно, объединение будет действительно дизъюнктным. И вот элемент вот такого множества называется корнями демазюра конуса E. А это RROE, оно может быть пустым. Что-что? Это множество, которое строится по ROE. Оно может быть пустым множеством, таких может не быть. Ну вот конкретно в этом случае, когда мы работаем с конусом, вот всегда есть. Для финного многообразия? Да, для финного многообразия всегда есть. И более того, если многообразие имеет размерность как минимум два, то там всегда их бесконечно много. вот этих вот, вот это вот множество R с индексом ROE, оно всегда бесконечно. Ну, давайте я как раз... Ну, это как бы надо отойти гиперплоскостями, ну, грубо говоря, на ту минус единичку во внешнюю сторону конуса. Ну, вот смотрите, я тут нарисовал некое подобие картинки, которая... Это... Или сдвинуть как бы весь конус на вектор, ну, аналог вектора ROE, который на всех корнях спаривается минус единицей, да? Если вы вершину сдвинете, то он как раз корень-то перейдет в конус в тот, что надо, нет? Сейчас, это вопрос был кому? Нет, ну, это... Я говорю, что можно взять ROE, который на всех корнях минус единицы, тогда твои зеленые и синие точки станут как бы на гранях этого конуса. Ну, ладно. Ну, ладно. Сейчас, нет, я, может быть, что-то не понимаю. Давайте так, я вот хочу сейчас, попытаюсь объяснить вот на этой картинке. То есть, вот я нарисовал некую картинку, да? Володь, не существует точки, которая со всеми ROE минус единица дает. Ну, то есть, иногда существует, но обычно нет. А это к чему было? Это к вопросу Володи. А, понял. Понял, ладно. Короче говоря, смотрите, как это все выглядит. Я вот нарисовал двумерную картинку, но я попытаюсь писать, что происходит в общем случае. Вот у нас есть наш конус, вот этот вот конус G. Вот красным я отметил порождающие двойственного конуса E. И в частности, в этом случае, как раз вот эти вот RO1 и RO2, это будут в точности элементы из E1. И вот, если мы зафиксировали один вот элемент роиты из E1, то вот это вот условие, ROE с индексом E, вот это вот спаривание ROE с индексом, ROE с париванием равно минус единицы, оно определяет плоскость, которая параллельно вот соответствующей грани, вот у нас есть грань, вот у нас есть грань вот этого конуса, отвечающая вот этому RO. И вот это вот условие, ROE равно минус единица, оно у нас определяет гиперплоскость, да, сдвинутая от этого конуса на единицу вовне, вот во внешнюю сторону от конуса. И дальше требуется, чтобы вот теперь мы рассматриваем вот эту гиперплоскость, рассматриваем в этой гиперплоскости все целые точки, и требуем лишь одного, чтобы вот эти вот точки, они попадали, ну, как бы во внутренность оставшейся части конуса, если мы просто как бы вот эту вот грань выкинем. Я не знаю, удачно ли получилось объяснить. Ну, то есть, смотрите, если мы вот эту грань выкинем просто из конуса, а все остальные условия оставим, то вот этот у нас конус превратится вот в некую большую полуплоскость, вот эту вот полуплоскость. Соответственно, мы хотим теперь рассмотреть все целочисленные точки вот на сдвинутой грани, ну, плоскости, параллельно вот этой вот грани, сдвинутой на один вовне, но которые лежат вот вот в этом большем конусе, если мы из него выкинем вот эту вот грань. Ну, и тоже точно так же мы делаем, точно так же мы делаем со всеми, собственно, со всеми гранями корразмерности 1. То есть, смотрите, вот это все можно еще описывать в терминах именно граней корразмерности 1 самого конуса Ж. То есть, вот у нас раз грань, вот два грань. И, соответственно, для каждой грани у нас есть, так сказать, семейство корней Демазюра, которые относятся к этой грани. Вот они все, они все живут рядышком с этой гранью и удалены от нее на расстоянии единицы, ну, вот во внешнюю сторону от вот этого конуса. Ну, и дополнительно мы еще вспоминаем, что вот это вот требование, что со всеми остальными оно спаривается неотрицательно. Соответственно, мы берем не все, не все целые точки вот в этой плоскости сдвинуты на единицу, а только те, которые удовлетворяют всем остальным условиям. Ну, вот как-то так. В общем, смотрите, у нас есть, так, у нас есть вот эта вот такая комбинаторика выпуклая, значит, если есть конус, есть двойственный к нему, и вот для двойственного конуса вот определены вот эти вот корни Демазюра. Это вот такие вот элементы. И давайте обратим внимание, что эти элементы, они автоматически попадают в решетку, собственно, в которой все у нас происходит изначально, да, и они лежат все вне. Они, вот все корни Демазюра, они лежат строго вне вот этого конуса. Это тоже будет важный момент, который нам впоследствии понадобится. Так, ну и вот, и что теперь делается? Если у нас есть какой-то корень Демазюра, отвечающий вот элементу ρ, исходного вот этого множества, E1, то тогда по нему строится дифференцирование алгебры функций k от x по следующему простому правилу. То есть вот у нас вот это вот есть f лямбда функция, помните, значит, k от x она была прямой суммой прямых натянутых на вот эти вот f лямбды. И теперь, если мы берем одну такую f лямбду и хотим задать, куда она переходит, вот для нее явная форму. Вот это для нее явная форму. Вот там проверяется, что это дифференцирование и что оно локально нельпатентно. Ну, собственно, тот факт, что оно локально нельпатентно, его не очень сложно объяснить. Почему? Потому что вот тот факт, значит, видите, лямбда плюс е, то есть мы вес функции сдвигаем в точности на этот корень демазюра. А если это происходит, то тогда спаривание с ро, оно у нас уменьшается на минус единицу. Соответственно, если у вас была какая-то функция и мы начинаем применять к ней какой-то корень демазюра, то она у нас начинает двигаться по этому конусу, как бы на каждом шаге на единицу сдвигается и происходит это до тех пор, пока она не попадет на соответствующую грань. Но если она попала на соответствующую грань, то тогда вот это вот рост индексом лямбда будет равно нулю. И тогда она просто обнуляется вот на следующем, на очередном шаге. Как бы вот такая хитрая формула, и она как раз задает нам локально нельпатентно дифференцирование. Ну, и тоже легко видеть, что то, что получается, это тенормализуемое, в смысле вот это дифференцирование будет тенормализуемым, соответственно, оно дает нам некую корневую подгруппу на самом многообразии х. Т-корневая подгруппа на самом многообразии х. Так, давайте. И вот я теперь сформулирую некую базовую теорему, которая тоже служит для нас некой отправной точкой. Значит, что известно про т-корневые подгруппы на аторических многообразиях? Первый факт, который нас интересует, что всякая т-корневая подгруппа на х однозначно определяется своим весом. И второй факт – это множество весов всех т-корневых подгрупп, это в точности есть вот это множество корней демазюра. Соответственно, вот эта вот картинка, вот эта вот картинка, которую я показывал на предыдущем слайде, вот эта картинка, то есть вот эти вот зеленые и голубые точки в данном случае, они на самом деле параметризуют просто все т-корневые подгруппы. Теперь, есть еще очень красивый факт, что классы эквивалентности т-корневых подгрупп на вот этом вот финно-теорическом многообразии, они задаются просто вот этими множествами. Ну, то есть вот для каждого ро, для каждого ро все корневые подгруппы, отвечающие одному и тому же ро, они эквивалентны. А если отвечают разным, тогда не эквивалентны. И те, которые эквивалентны, они все двигают соответствующий дивизор. То есть вот я напомню, что у нас там, я упоминал, что вот если мы берем какой-то элемент ро из E1, то тогда там была длинная цепочка объекций, и в конце этой цепочки стоял некий т-н-вариантный простой дивизор, который вот обозначили в DRO. Ну, вот оказывается, что вот все эти подгруппы, которые, корневые подгруппы, которые отвечают ро, они все двигают вот этот самый DRO. Они все двигают вот этот самый DRO. В частности, для каждого для каждого т-н-вариантного простого дивизора можно найти такую т-корневую подгруппу, которая его двигает. Вот. Вот это вот некий вот это вот некий факт про корневые подгруппы на теоретических многообразиях, и мы теперь хотим идти в сторону обобщения вот всей этой науки, ну, я не знаю уж чего, на случай, когда вместо Тора мы хотим рассматривать уже действие какой-то произвольно связанной редуктивной группы. Эта теорема, она для афинных торических многообразий или для любых верна? Ну, я не знаю, может, Иван Владимирович скажет, как тут. Нет, ну, что-то верно для любых. Нет, безусловно, ну, давайте так, что всякая Т-корневая подгруппа однозначно влияет своим весом, это верно для любых. Первые два точно верны для любых. Единственное, что там надо уточнять, что такое корни демазюра в общем случае, но там это можно сделать, и там все как бы то есть первые два верны для абсолютно любых вторических многообразий, если правильно определить множество корней демазюра там в общем случае. А там не так же определяется? Ну, там надо, там просто, там есть веер, там возникает веер, соответственно, в терминах этого веера там надо еще чуть-чуть повозиться. Нет, ну, там просто эти лучи, они не все лучи одного конуса, а в остальном разве там есть какие-то дополнительные условия? Давайте немножко добавлю. Ну, во-первых, для произвольного веера не будет бейекции между лучами и классами эквивалентности корневых подгрупп, потому что каким-то лучам могут корни не соответствовать, в отличие от афинного случая. А во-вторых, там вот для полных многообразий, для афинных многообразий все будет точно так же. А для любых вторических многообразий, вот, например, для квази-афинных, когда мы берем, скажем, ребра октанта, а сам октант внутри не берем, это приводит к таким корневым подгруппам, которые на таком вторическом многообразии действовать не будут, потому что мы там выбросили, допустим, какую-то точку из СН, а эта корневая подгруппа на эту точку двигала. Поэтому там возникает третье комбинаторное условие, я сейчас не буду его формулировать, но вот, которое вот как раз про вот эти выкинутые конуса в нашем мире. Мы в этом докладе только афинное многообразие рассматриваем. Да, нас интересует только афинное многообразие в этом случае. Ну что, давайте тогда теперь перейдем к обобщению. Значит, первое, что хочется обобщить, это понятие торического многообразия. Значит, мы хотим рассматривать связанную редуктивную логибридическую группу G. Ну и тут вот на этом слайде я просто привел некие стандартные обозначения. Значит, фиксируем Боррелевскую подгруппу B, фиксируем максимальный тор, дальше U это будет унипотентный радикал B, то есть максимально унипотентная подгруппа. Дальше можно, еще нам понадобится, ну, не очень часто, но возможно нам понадобится B минус, это противоположная к B подгруппу Боррелевская. И она определяется тем условием, что пересечение от B с этой B минус это в точности есть наш максимальный тор. Да, на самом деле нам будет нужно вот это вот U минус, ну, это вот максимально унипотентная подгруппа в B минус. Ну, еще вот важный момент, лямбда плюс, это будет множество всех доминантных весов Боррелевской подгруппы. Вот это вот некий стартовый набор данных для действий связанных редуктивных логибрических групп. теперь давайте мы посмотрим, что нам хочется рассматривать. Мы хотим рассматривать сферическое многообразие. И вот я как раз дал определение. Жен многообразие называется сферическим, если оно нормально, неприводимо и обладает открытой B-орбитой. И давайте я обращу внимание, что это условие, собственно, определение такое же, как для торического многообразия, только вот там была открытая T-орбита, а здесь теперь открытая B-орбита. Ну и вот, в общем случае, когда мы переходим от торок произвольно-связанной редуктивной группе, значит, условие открытой T-орбиты меняется на наличие открытой B-орбиты. Ну здесь я отметил, что вот торические случаи это частная ситуация, когда G, B и T это одно и то же, это все просто тор. Вот, и теперь, что мы хотим рассматривать? Вот в случае торических многообразий нас интересовали, ну не то, что интересовали, там вот есть вот эта вот наука про T-корневые подгруппы на торических многообразиях. Соответственно, первый естественный вопрос, который тут возникает, мы хотим рассматривать некие обобщения вот этих объектов, T-корневых подгрупп. Однако, тут возникает вопрос, какие именно обобщения рассматривать? То есть, мы хотим рассматривать G-действия, которые нормализуются чем? И вот тут есть, как бы, сразу возникает два принципиально разных подхода. Первый подход, это можно накладывать условия, чтобы наша G-подгруппа нормализовалась самой всей группой G. И тогда получится понятие G-корневой подгруппы на сферических G-многообразиях. И вот это вот понятие, оно в принципе уже возникало вот в припринте Ланглуа и Перепечка, который вот есть вот последняя версия 2014 года лежит. Значит, они там вот как раз ввели такое понятие, как G-корневая подгруппа на сферических G-многообразиях, но они называли это по-другому, но неважно. То есть, вот в нашей терминологии они ввели такое понятие. В принципе, поставили задачу их классификации и добились каких-то частичных результатов в ее направлении, но, насколько я понимаю, каких-то глобальных вещей они так и не доказали там. Но чем G-корневые подгруппы хороши, когда группа G имеет достаточно много характеров, то есть она имеет много общего с ТОРа. Значит, ТОР хорош тем, во всей этой науке, как раз тем, что у нее очень много характера, соответственно, если уже есть много характеров, то тоже, в принципе, есть шанс, что там какая-то интересная наука получится. Однако, если группа G полупроста, то там легко показать, и вот у меня там на одном из последующих слайдов это прям прописано, что на самом деле в случае полупростой G, G-корневых подгрупп просто нет. Соответственно, изучать нечего. Поэтому тут возникает вопрос, что может быть G-корневые подгруппы не такие уж хорошие объекты, чтобы прям заниматься их изучением. Ну вот, и мы как раз хотим вот в нашей работе продемонстрировать, что можно рассматривать именно B-корневые подгруппы. Ну, я не могу сказать, что это какое-то прямо изобретение, да, вот у нас там была открытая B-робит, соответственно, естественный вариант, что можно было рассматривать, это именно B-корневые подгруппы на сферических многообразиях. Ну и вот как раз наша работа посвящена именно B-корневым подгруппам на сферических же многообразиях. И дальше я буду рассказывать про них. Впрочем, в какой-то момент мы придем обратно к G-корневым подгруппам. Вот любопытный момент. Просто на самом деле G-корневые подгруппы, они все равно являются частным случаем B-корневых подгрупп. Потому что если нормализуется, если что-то нормализуется всей большой группой, то тогда она нормализуется автоматически Борелевской подгруппой. Вот. Но вот для нас первый очередной объект это как раз B-корневые подгруппы. Вот мы хотим их изучать. Значит, прежде чем заниматься изучением этих B-корневых подгрупп на сферических многообразиях, нужно вот какие-то сведения про них сказать. Ну вот тут я привел теорему Винберга-Киммельфельда, что если у нас есть неприводимое нормальное квазиафинное же многообразие, то тогда оно сферично в том и только в том случае, когда вот соответствующий же модуль, кат, x-алгебра, регулярная функция, она имеет простой спектр. Ну, что значит простой спектр, что каждое неприводимое представление встречается там с кратностью не выше единицы. Ну и вот, нас интересует опять же афинный случай, афинный случай, и в этом афинном случае вот глобальная идея заключается в том, чтобы попробовать сделать так, чтобы произошло какое-то хотя бы частичное сведение к теорическому случаю. И вот давайте мы как раз для данного афинного социального многообразия введем некоторые обозначения, и эти обозначения будут похожи, ну или совпадать прям с какими-то обозначениями, которые у нас использовались ранее для теорического случая, и забегая вперед, я скажу, что, собственно, там у нас в какой-то момент и появится теорическое многообразие ровно вот с этими данными. Но сначала мы скажем, что пусть m – это решетка весов, то есть мы берем все рациональные функции, которые b-полуинвариантны, и вот веса всех b-полуинвариантов рациональных функций – это будет решетка весов. И это один важный вариант, это полугруппа старших весов. Все то же самое, но только мы рассматриваем веса b-полуинвариантных функций непосредственно в алгебре функций. Вот это вот два важных инварианта, которые можно сопоставить каждому афинному аторическому многообразию. Ну, на самом деле, можно любому афинному сферическому многообразию, но нам, нам, опять же, важен только афинный случай. Давайте я сразу скажу, что вот если x афинно, то тогда выполним вот это вот условие. Тоже некий известный факт, что решетка весов, она порождается полугруппой старших весов. Всегда, вот в афинном случае. Соответственно, у нас, опять же, получается, что вот эта вот самая гамма, это, если мы натянем на гамма конус, то тогда этот конус будет иметь максимальную размерность в соответствующем рациональном пространстве, натянутом на решетке. это как раз вот то, что у нас было в вторическом случае. Хорошо, итак, если мы знаем, что алгебра функции имеет простой спектр, тогда мы можем разложить ее в прямую сумму неприводимых компонент. Вот я это сделал здесь. И вот k с индексом x от лямбда это простой же модуль со старшим весом лямбда. Теперь для каждого элемента решетки весов, вот значит, если у нас есть какой-то элемент решетки весов, значит, это вес какой-то b полуинвариантной функции. Вот давайте мы такую функцию зафиксируем. Вот если есть лямбда, то тогда f лямбда это будет какая-то функция b полуинвариантной веса лямбда в в рациональных функциях. Ну, и она определенно однозначно источность до пропорциональности. Тоже тут несложно показать, что всегда можно добиться того, что произведение двух таких функций ф лямбда ночь на f мю, оно равнялось бы функции с индексом равным сумме f лямбда плюс мю. Этого всегда можно добиться. Значит, это некие входные данные про афиме сферическое многообразие. Теперь давайте пойдем дальше, что у нас тут происходит. Вот. И мы можем рассмотреть алгебру уин-вариантов под алгебру уин-вариантов вот в этой нашей кат-x. И тогда как раз в силу наших предположений, что спектр простой, значит, от каждой неприводимой компоненты того разложения останется вот это как раз одномерное подпространство натянутый на старший вектор. Соответственно, у нас получится уже знакомый нам объект, это не что иное, как вот та самая полугрупповая алгебра, которая у нас возникала в случае таическом. Так, теперь, если у нас есть вот такая полугрупповая алгебра, мы знаем про нее, что вот на ней действует тор, максимальный тор t, и по отношению к этому максимальному тору получается как бы это алгебра функций на торическом многообразии, соответственно, давайте мы его введем. Вот тут у нас возникает торическое многообразие, спектр алгебры у инвариантов, и что про него хочется сказать, что вот как раз для вот этого z, вот те самые инварианты m и гамма, которые мы вводили тогда, они совпадают вот ровно с этими m и гамма, которые мы сейчас вводили для x, и вот это будет тоже важно дальше. Ну, еще отдельно можно сказать, что поскольку у нас есть вложение вот это вот k от x у инварианты вкладывается в k от x, тогда это нам сразу дает некий теки-вариантный морфизм из x в z. Хорошо, теперь что мы хотим делать дальше? Мы как только отождествили наши m и гамма вот с теми же самыми инвариантами, которые рассматривались для торических многообразий, вводим ровно те же обозначения, вводим ровно те же обозначения, значит, рациональное пространство натянуты на m, двойственная решетка n, соответствующее рациональное пространство, опять же, натягиваем конус на нашу гамму, тут тоже можно показать, что как раз условие нормальности, которое исходно наложено в определении, оно соответствует случаю, в смысле, оно как раз отвечает тому, что гамма есть пересечения решетки с конусом, то есть, гамма просто насыщен. Опять же, рассмотрим ту же самую конструкцию конус Е, как двойственный КЖ, и для этого конуса Е рассмотрим вот это вот самое множество Е1, примитивных элементов на лучах. И вот, теперь, значит, считаем, что у нас есть все входные данные для изучения B-корневых подгрупп, и давайте мы потихоньку начнем приступать. И вот, давайте скажем, что H, пусть у нас B-корневая подгруппа, H, давайте назовем ее вес, и пусть DELT соответствующий локальной нильпатентодифференцированной на катекс. И вот, первые результаты про B-корневые подгруппы у нас такие, что если у нас есть какая-то такая подгруппа, то тогда ее вес обязательно должен быть доминантным. Итак, если H, B-корневая подгруппа, то ее вес обязательно должен быть доминантным. Это первое утверждение. И второе утверждение, что вот соответствующие локальные нильпатенты дифференцирования, оно на самом деле однозначно определяется своим действием на U-инвариантах, то есть мы рассматриваем просто прямую сумму подпространств одномерно отъянутых на младшие векторы. Это не инвариантное подпространство относительно этого дифференцирования? Нет, вот это вот, да, это правильный вопрос. Вот это вот K-у-минус, оно не инвариантное. К сожалению. К сожалению, да. К сожалению. То есть наша жизнь была бы гораздо проще и счастливее, если бы оно было инвариантным, но, к сожалению, это не так, и это вот некий естественная проблема. Да, еще, может быть, можно сказать, что HIAT-H, если у нас дифференцирование нетривиально действует, K на X на U, то HIAT-H должно принадлежать решетке весов, да? Ну, это я скажу. А, извини. Ну, то есть я просто я пока просто рассматриваю самые общие, вот там самые первые свойства, какие мы хотим доказать, что вот вес доминантен и вот это вот локальный патент дифференцирование однозначно определяется действием на K от X U-. Ну, на самом деле, вот это вот второе утверждение, но часто помогает просто при рассмотрении неких примеров. То есть если мы хотим доказать, что там нет какого-то дифференцирования с важным свойством, то тогда мы просто берем образующие вот в этой алгебре и говорим, что посмотрите, у нас вот эти вот образующих просто некуда перевести. И тогда мы сразу отсюда следует, что такого дифференцирования не существует. Но это ладно. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. И вот теперь как раз то, что вот Вова сказал. Если H у нас B корневая подгруппу на X, тогда вот H сохраняет как раз. А вот Уин-варианты сохраняет всякая B корневая подгруппа на X алгебру Уин-вариантов сохраняет. Почему? Ну, просто потому, что она нормализуется B. У это подгруппа в B, причем в U нет характера, соответственно, она обязана коммутировать Су. Ну, а раз она коммутирует Су, значит, сохраняет алгебру Уин-вариантов. И вот тут как раз в этот момент все B корневые подгруппы на финансоведическом многообразии резко начинают делиться на два принципиально отличающихся друг от друга класса. И вот мы называем их вертикальными и горизонтальными. Давайте я скажу, значит, H вертикальна, если она действует тривиально на вот этой алгебре Уин-вариантов, и H горизонтальна иначе, ну, то есть нетривиально действует на вот этой вот Кат-Ху. Соответственно, это геометрически можно проинтерпретировать как что? Вот у нас есть вот этот морфизм, да, и он Уин-вариантный. Соответственно, вот это вот Кат-Ху, это что такое? Это не что иное, как алгебра функции, давайте напишу здесь, это алгебра функции на нашем многообразии Z. Соответственно, тривиально действует на Кат-Ху, это означает, что она тривиально действует на Z. А тривиально действует на Z означает, что она сохраняет слои вот этого отображения Пи-У. И вот как раз отсюда происходит термин вертикальный. Ну, а горизонтальный это означает, что у нас индуцируется нетривиальное действие на Z, ну и вот тогда, значит, слои тоже не сохраняются. И теперь дальше можно доказать еще одну такую тоже важную геометрическую характеризацию вот этих двух случаев, что H вертикально тогда и только тогда, когда она сохраняет открытую B-орбиту. Ну, это как бы можно было предположить, но вот тоже выясняется, что это верно. Можно формально доказать. И H горизонтально тогда и только тогда, когда она не сохраняет открытую орбиту, но это понятно. И вот дополнительное условие во втором случае, что если она горизонтальна, тогда H двигает ровно один B-н-вариантный простой дивизор. Вот это вот важные условия. Ну, собственно, это следует конечно из того общего факта, который был на одном из первых слайдов, когда мы рассматривали просто же подгруппы нормализуемые чем-то, и это что-то имело открытую орбиту. Ну, вот как раз в этой ситуации оттуда вытекает, что у нас имеется ровно один B-н-вариантный простой дивизор, который двигается для горизонтальной подгруппы H. Ну и вот, и теперь смотрите, вот у нас есть вертикальная и горизонтальная, и давайте я сразу забегая вперед скажу, что вот про эти вертикальные подгруппы мы прям не очень много можем сказать. Вот это вот такой класс, в смысле класс подгрупп, я подозреваю, что он довольно большой, но мы про него почти ничего не доказали, как я понимаю, какие-то совсем мелкие вещи. А вот тот факт, что H горизонтально, он как раз означает, что индуцируется нетривиальное действие на вот этом самом вторическом многообразии, а поскольку мы все знаем про такие действия на вторических многообразиях, это нам сообщает какую-то важную информацию про горизонтальную подгруппу. Вот это некая общая диалогия того, что происходит. Давайте я теперь скажу, какие вот у нас есть простейшие конструкции B-корневых подгрупп. Вот конструкция есть, смотрите, если у нас есть группа G, она действует на нашем многообразии, в этой группе G есть самая баррелевская подгруппа, и в этой баррелевской подгруппе мы можем рассмотреть U и в ней центральную корневую подгруппу. И вот тут я как раз нарисовал пример, что если вот у нас SLN, мы рассматриваем баррелевскую подгруппу как верхней треугольной матрицы, унипотентную группу как унитреугольной матрицы. И вот пример такой центральной корневой подгруппы это как раз вот это то, что находится в правом верхнем углу. Она коммутирует с U, потому что она лежит в центре U, соответственно, нормализуется T, и таким образом автоматически у нас получается возникает B-корневая подгруппа. B-корневая подгруппа, но и она вертикальна, потому что она лежит в B, соответственно, она сохраняет автоматически открытую B-орбиту, соответственно, вот эта вертикальная подгруппа получается. Еще одна конструкция, которая тут нам может, ну, в смысле, которая тут у нас есть, лежит на поверхности, я бы так сказал, но это вот общая конструкция реплик. Вот из теории жеодействий, да, вот известна такая вещь, как реплики. Давайте я поясню, что это такое, что если у нас есть локальный репатентодифференцирование, который нормализуется, у него вес хи, и теперь если мы возьмем какую-то функцию F-лянда, лежащую в ядре вот этого D, то тогда мы можем просто умножить D на вот эту функцию и снова получится B-нормализуемое локальный репатентодифференцирование как раз сдвинутого веса хи плюс лямбда. Ну и вот, соответственно, у нас получается D и F-лянда D, и мы видим, что они эквивалентны вот по одному из тех условий, которые мы тут некоторое время назад обсуждали. То есть это вот некая реплика. И тут идея в чем, что вот у нас есть некое исходное действие, да, и вот по этому исходному действию мы строим действие другого веса, но которое как бы с точностью до открытого подножства имеет ровно те же самые орбиты. И вот это вот такой способ размножать B-корневые подгруппы, брать реплики. Давайте я, кстати, тоже сделаю замечание, что вот была работа Ригетта Иван Сантена, которая опубликована, кстати, вот в этом году. И вот как раз там вот для решения там определенных задач приописания автоморфизма в гладких афинных сферических многообразий, если не ошибаюсь, там как раз использовалась комбинация первых двух конструкций, что вот они брали вот такую центральную корневую подгруппу ВУМ, это вертикальная B-корневая подгруппа, и затем размножали ее при помощи вот этой вот конструкции реплик, и таким образом они получали большое семейство вот таких подгрупп, B-корневых подгрупп, и дальше при помощи этого семейства что-то там доказывали. Вот, так что эти конструкции они в принципе хороши. Теперь третья конструкция, но она тоже вот тут я говорю простейшая конструкция, в общем, все, что я тут показываю, оно действительно лежит на поверхности. Значит, еще одна конструкция, что мы берем просто вкладываем же в большую группу, то есть предположим, что у нас на многообразии X вот изначально действовала группа G, а теперь предположим, что на этой группе, на этом же самом X действует большая группа G с волной, большая связанная редуктивная группа G с волной, и тогда для нее тоже можно рассмотреть там Боррелевскую, непатентную, и вот в этой непатентной можно рассмотреть опять же центральную подгруппу, и тогда она автоматически тоже будет B-корневой подгруппой в нашем смысле. И вот тут любопытный момент заключается в том, что вот эта конструкция, она может неожиданно дать горизонтальную подгруппу. Вот примеры показывают, что так может получиться и горизонтальная подгруппа. То есть вот в этом случае, когда мы берем просто центральную корневую подгруппу, всегда получается вертикальной, а здесь может быть и горизонтальной. И еще одна конструкция, которая на самом деле используется при построении всяких разных примеров. вот если у нас есть сферический модуль, ну это то есть линейное представление, давайте так, это векторное пространство с линейным действием группы G, которое является сферическим, как G-многообразие. Вот это сферический модуль. И можно взять двойственный к нему модуль, в этом модуле взять младший вектор, и это будет как раз линейная функция, это будет линейная функция на V, и вот взять и рассмотреть соответствующие дифференцирования по вот этой вот координате, как раз отвечающей младшим вектором, являющейся младшим вектором в двойственном пространстве. И это тоже даст нам некое B-нормализуемое ЛНТ, и оно тоже может быть горизонтальным или вертикальным. Вот, значит, смотрите, на этом слайде вот некий список базовых конструкций Ж-корневых подгрупп, и давайте я скажу, что вот используя вот разные комбинации этих конструкций, мы дальше уже смогли построить там довольно большое множество всяких разных примеров, иллюстрирующих много разных свойств. И как раз благодаря этим примерам мы поняли, что там картина очень нетривиальна. Вот по сравнению с таическим случаем тут все совсем нетривиально. И вот давайте я тут скажу, какие примеры тут возникают. Значит, примеры показывают, что, да, вот смотрите, в вторическом случае я отмечу, что для нас отправной точкой были какие-то свойства, что каждая Т-корневая подгруппа определяется однозначно своим весом, второе, что у нас есть описание весов, и третье, что там каждый Т-вариантный дивизор можно подвинуть при помощи вот какой-то подходящей подгруппы. И вот примеры, несложные примеры показывают, что вот в этом общем случае, когда мы рассматриваем Б-корневые подгруппы одного веса, могут существовать несколько, ну, в смысле, может существовать нетривиальное семейство подгрупп одного веса, Б-корневых подгрупп одного веса. Соответственно, первое свойство, которое там в вторическом случае верно, оно здесь неверно уже. Соответственно, можно спросить, а что мы можем сказать про множество весов Б-корневых подгрупп? Ну, пытаясь там понять, как обобщается вот это вот описание весов исторического случая. Ну, вот, оказывается, здесь, что, то есть мы тут много доказать не можем, но вот про вертикальные подгруппы можем сказать, что если лямбда это вес вертикальной подгруппы, то к нему можно прибавить любой элемент из гамма. На самом деле, просто при помощи конструкции реплики. Вот у нас реплики, да, мы можем прибавлять любой вес лямбда из ядра, но если исходная подгруппа была вертикальна, то тогда все функции из алгебры уин-вариантов они будут лежать в ядре, потому что действует привяем на алгебре. Соответственно, можно умножать на них соответствующие локальные патенты дифференцировки, и это позволяет нам прибавлять абсолютно любой вес из гамма к исходному весу. Значит, это вот такое некое условие на множество весов вертикальных подгрупп, и мы видим, что оно большое, то есть вот это множество весов, оно на самом деле очень большое, просто вот если вы берете один лямбда, тогда сразу к нему можно прибавить всю полугруппу старших весов. И получится то, что получится тоже веса вертикальных корневых подгрупп. А вот в случае, когда мы рассматриваем горизонтальные подгруппы, там ограничения на вес происходят как раз из того, что действие горизонтальные подгруппы спускается на вот это вот торическое многообразие Z, и раз оно туда спускается, и оно там становится T-нормализуемым действием на Z, и там как раз начинают играть роль вот те ограничения, которые есть у нас в торическом случае. Соответственно, первое и базовое ограничение, которое у нас там возникает, это то, что лямбда обязательно должен быть корнем демазюра, соответствующего конуса E. И давайте здесь я добавлю тоже очень важный момент, который часто нужен. В частности, отсюда следует, что лямбда лежит в решетке весов. Лямбда лежит в решетке весов. То есть, если у нас есть вес горизонтальной подгруппы, то он является корнем демазюра соответствующего конуса, и в частности, он лежит в решетке весов. И давайте обращу внимание на то, что в общем случае веса вертикальных подгрупп вовсе не обязаны лишать в этой решетке. То есть, это тоже некое нетривиальное условие. Есть еще вот какие примеры у нас, что мы берем, смотрите, у нас есть ограничение, что вес всякой корневой подгруппы должен быть доминантным. Есть ограничение, что для горизонтальной подгруппы он должен быть корнем демазюра. И вот, оказывается, есть примеры, когда вот вес, удовлетворяющий обоим этим условиям, не реализуется, как вес горизонтальной бэкорневой подгруппы. То есть, получается, что ситуация еще хуже, чем мы могли предполагать. Соответственно, задача полного описания весов, она становится весьма нетривиальной. Однако, есть тоже некие такие простые следствия. Предположим, что наша подгруппа гамма есть пересечение решетки М с множеством всех доминантных весов. Тогда отсюда сразу следует, что на х нет горизонтальных бэкорневых подгрупп. Почему? Но тут все иллюстрируется вот этой вот картинкой. То есть, смотрите, когда мы берем М и пересекаем с лямбда плюс, получается, мы получаем некий конус. Если мы натянем на этот конус, то это будет конус, лежащий в множестве доминантных весов. Однако, корни демазюра, они лежат по определению своему, они лежат вне этого конуса. А раз они лежат вне этого конуса, то тогда они автоматически выпадают из множества доминантных весов. Соответственно, никакой корень демазюра не может в этом случае реализовываться как вес горизонтальной подгруппы. Именно поэтому в этой ситуации сразу их нет. И как раз вот это условие, которое написано в первом следствии, оно выполняется для самой маленькой полупростой группы SL2. То есть, в этом случае просто пространство, в котором мы работаем, оно одномерно, соответственно, вот это вот условие выполняется автоматически. Соответственно, если у вас есть афинная сферическая SL2 многообразие, то на нем нет горизонтальных бэкерниевых подруг. теперь давайте скажем, как обстоит дело в случае вот дела с обобщением факта про дивизоры. В случае вторическом там для каждого тейн-вариантного простого дивизора можно было подобрать такую т-корневую подгруппу, которая его двигала. И вот давайте мы посмотрим, что происходит с этим фактом в сферическом случае. Давайте мы рассмотрим итак, у нас открытая B-орбита, значит, естественный объект это рассматривать B-инвариантные простые дивизоры в X. Среди всех B-инвариантных простых дивизоров в X выделяются те, которые G-инвариантные, то есть инвариантные действительно всей действующей группы G. И вот те, которые B-инвариантные, но не G-инвариантные, то они имеют в теории сферических многообразий специальное название, они называются краски. Краски это B-инвариантные простые дивизоры, которые не являются G-инвариантными, они называются красками. И вот факт, который мы тоже можем показать, что оказывается, вот если мы просто будем пытаться наивно смотреть, можно ли B-инвариантный простой дивизор двинуть при помощи G-корневой подгруппы, то оказывается, что вообще говоря, нет. И вот как раз можно указать, можно найти там, описать ситуации, в которых существуют краски, недвигаемые при помощи B-корневых подгрупп. Ну, если кто-то знаком с сферической терминологией, там вот есть краски типа А, и там вот можно показать, что если краска имеет тип отличный, а та, то ее никогда нельзя подвинуть. При помощи вот такой B-корневой подгруппы. Вот еще тут появляется такое условие. Если мы рассмотрим открытую же орбиту, то смотрите, можно рассмотреть множество всех весов, то есть полугруппу старших весов для вот этой открытой орбиты. То есть это некое большее множество. Это некое большее множество. оно содержит в себе гамма. То есть мы рассмотрим открытую орбиту в X, соответственно, на ней может быть больше регулярных функций, соответственно, вот эта гамма-то это некая большая полугруппа. И вот это условие у нас тоже в работе несколько раз возникает. давайте я скажу условие, что полугруппа старших весов открытой же орбиты есть пересечение M с решеткой, в смысле, с множеством всех доминатных весов. Вот это вот условие, вот оно у нас появляется несколько раз в работе, давайте я, в первый раз оно возникло сейчас, вот я говорю, что при выполнении вот этого условия можно показать, что ни одну краску нельзя сдвинуть при помощи бэкарниевых подгрупп. Вот такое любопытное утверждение. А про само это условие я могу сказать, что оно выполнено довольно часто. Выполнено довольно часто. Я правильно понимаю, что это утверждение следует из предыдущего более-менее? Предыдущее это вот про это, да? Нет, это про то, что следствие там было, что если гамма равно M пересеченное с лямбда плюс, нет, вот оно не оттуда следует. Я подумал, что можно рассмотреть минимальное афинное вложение этой орбиты и к нему применить. Нет, это не так делается? Нет, но там два метода есть. Возможно, так тоже можно сделать, но тот метод, который у нас делается, он там другой. Ну, Так сделать, конечно. Так, ну ладно, я так понял, значит вопрос исчерпан, поэтому давайте продолжим. И вот по поводу, смотрите, ситуация такая, что с красками все плохо на самом деле. То есть, вот оказывается, что некоторые краски нельзя подвинуть, и вопрос в том, какую краску можно подвинуть, какую нет, он остается открыт. И, кстати, у нас есть примеры, которые показывают, что бывают краски, которые можно подвинуть. Это тоже вот такая некая отдельная история. Ну и более того, что бывает в зависимости, ну краска одного и того же типа, в одном однородном пространстве ее можно двигать, а в другом нельзя, да, получается. Ну, бывает. Ну, SL2. Да, да, да. Вот, а по поводу Жейн-вариантных простых дивизоров, вот мы формулируем гипотезу. Мы формулируем гипотезу, говорим, что вот, давайте все-таки Жейн-вариантные дивизоры все-таки всегда можно подвинуть. Вот это вот наша гипотеза рабочая. И, забегая вперед, скажу, что мы ее доказываем для урисферического случая в конце. Так, и я хочу уже переходить к завершающей части моего доклада. там будет некая конструкция явная B-корневых, горизонтальных B-корневых подгрупп. И вот для этой конструкции нам понадобится еще один вариант афинно-осферического уже многообразия. То, что называется конус хвостов. Вот мы берем, давайте рассмотрим всевозможные тройки лямда, мю и ню, для которых если мы перемножим компоненту лямбда с компонентами в алгебре функции, то в линейной оболочке содержится компонентами. И вот для каждой такой тройки рассмотрим вот такую разность лямбда плюс-мю минус-минус-мю. В общем, суть того, что делается такая, что если вы в общем случае перемножите компоненту лямбда на компоненту ну, то тогда в том, что получится, там всегда будет компонента с индексом лямбда плюс-мю. А в некоторых случаях бывает так, что помимо вот этой вот старшей компоненты там возникают еще какие-то компоненты. И вот как раз вот этот вот конус хвостов, который мы определяем, он призван как-то контролировать то, что там возникает. И вот все ню, для которых вот такое лямбда плюс-мю минус-мю, все ню, которые содержатся в произведении лямбда кат-х лямбда на кат-х мю, все такие ню мы берем и вообще все тройки такие рассматриваем, для каждой из них вот такую разность рассматриваем, то есть лямбда плюс-мю минус-мю и порождаем ими конус. И это будет конус вот в этом рациональном пространстве М-ку. И вот этот конус дальше вот он уже начнет участвовать в теоремах, которые я буду дальше формулировать. А теперь я хочу представить некую общую конструкцию горизонтальных дифференцирований. И для этого давайте мы еще раз вспомним, что у нас происходит в вторическом случае. Вот мы берем ТН-вариантное дифференцирование, мы стартуем с корня демазюра и дальше определяем каким образом, что каждая флямбда переводится вот в это. И теперь давайте мы перепишем вот это дифференцирование чуть-чуть в другом виде. То есть смотрите, реально что мы делаем, что мы вот это вот f лямбда плюс мю просто меняем на произведение f мю умножить на f лямбда. И вот оказывается, что, то есть смотрите, идея заключается в том, что ну вот у нас есть очень простая формула для дифференцирования в теорическом случае. Так может быть эта простая формула как-то просто и обобщается на произвольные сферические случаи. Вот это вот такая базовая идея, которая приходит в голову. И вот оказывается, что вот эту формулу нам как-то не удалось придумать, как ее можно было бы довольно просто обобщить. А вот эту формулу, если мы вот так вот сделаем, то вот эту формулу удалось обобщить. И вот это вот f мю, вот это умножение на f мю, то есть получается, что смотрите, мы берем f лямбда, умножаемый на скаляр, и потом умножаем на какую-то f мю. И про это f мю, что можно сказать, что мю не лежит, в смысле, мю является корнем демазюра, соответственно, он не лежит в полугруппе старших весов вот этой гаммы. Соответственно, соответствующая функция не является регулярной на z. То есть реально вот эта вот формула выглядит так, что мы берем f лямбда, умножаем ее на некую нерегулярную функцию на z, и потом в результате все равно получаем регулярную функцию, и все у нас хорошо. Вот такая вот интересная конструкция. Ну, как бы, вот это вот такая интересная интерпретация. И вот сейчас я продемонстрирую, что вот оказывается вот эта вот конструкция допускает обобщение прямое на общий соединительский случай. И вот эта общая конструкция вот такая. Мы берем открытую орбиту, g-орбиту, вот O у нас она уже возникала. Берем функции на этой открытой g-орбите. И вот теперь давайте мы выберем корень демазюра, корень демазюра, который лежит в полуруппе старших весов открытой g-орбиты. То есть выберем такой корень демазюра, для которого существует регулярная b-полуновариантная функция веса му, но возможно не на самом x, а вот на открытой g-орбите. И теперь взяли соответствующее ρ из E1. И теперь давайте мы определим линейное отображение из k от x в k от O просто по следующей формуле. Но формула на самом деле ровно такая же. То есть мы берем, мы определяем его на каждой компоненте. Берем функцию из компонента лямбда и хотим сказать, чему будет равен образ. Мы говорим, что просто давайте мы образ положим, вот эту самую формулу возьмем. То есть умножим на тот же самый коэффициент, умножим на вот эту функцию f mu. Ну вот и все. Собственно, вот все, что мы и делаем. И вот мистическим образом оказывается, что вот такая конструкция, она срабатывает и она дает корректно, определенное линейное отображение из алгебры функции в себя. Вот изначально она определялась как отображение с кат x в кат ú, а реально она, оказывается, действует в себя. И для этого отображения можно в явном виде указать условие, когда оно будет дифференцированием. А именно вот этот вот самый ρ из E1, он должен быть просто ортогонален конусу хвостов. Ортогонален конусу хвостов. И вот оказывается, что когда это дифференцирование, то есть вот Ро ортогональный конус хвостов, значит это дифференцирование. И тоже легко проверяется, что когда это условие выполнено, то дифференцирование автоматически будет локально непатентным. Это тоже проверяется довольно легко. И вот эта теорема и вся эта конструкция нам дает некий набор B-корневых подгрупп. Но они горизонтальны. То есть на самом деле, я тут вот еще что должен сказать, что если мы ограничим на алгебру Уин-вариантов, на алгебру Уин-вариантов, если мы ограничим, то это будет в точности действие исторического случая. Соответственно, эта формула обобщает не только на Уин-вариант, а вообще на все функции. И вот дифференцирование такого вида мы называем стандартным. Стандартное дифференцирование веса мю. И теперь вот у этих стандартных дифференцирований мы обнаруживаем какие-то интересные приложения. И в частности, первое приложение позволяет нам описать почти все же корневые подгруппы. Ну почти тоже, если там специальным образом придать некий смысл. Я бы утверждал, что реально вот эта вот конструкция позволяет описать почти все же корневые подгруппы. Значит, же корневые, напомню, это вот те, которые начали изучать Ланглуа и Перепечка в своем припринте 2014 года. Вот же корневые подгруппы. И вот про Ж корневые подгруппы известно, что если мы ее… Смотрите, вот если у нас есть Ж корневая подгруппа, то она нормализуется группой Ж, значит, она нормализуется группой Б. Соответственно, она автоматически является Б корневой подгруппой. И тогда легко показать, что всякая Ж корневая подгруппа однозначно определяется своим ограничением на Уин-варианты. На Уин-варианты. Ну просто потому что оно соответствующий Ж модуль, мы знаем в какой Ж модуль. Да-да-да-да, потому что там вот как раз вот это вот Аш, она коммутирует с коммутантом Ж, то есть с полупростой частью Ж. Соответственно, если мы знаем действия на Уин-вариантах, то тогда мы знаем действия на всей алгебре. Вот. И тогда, ну тоже можно показать, значит, она горизонтально определяется своим весом, и вес должен быть корнем демазюра и одновременно характером группы Ж. Ну это естественно. И вот как раз вот отсюда и следует, что если Ж полупроста, то тогда на Х нет же корневых подгрупп. И почему? Почему это так? Ровно потому, что среди корней демазюра нет нулевого. То есть ноль никогда не является корнем демазюра. Ноль никогда не является корнем демазюра. Вот это вот любопытный факт. И вот как раз он здесь помогает сразу отсюда следует, что для полупростой группы Ж не может быть никаких Ж нормализуемых аддитивных действий. Вот. И теперь следующее предложение говорит нам, как, если у нас есть Ж нормализуемое локальное патентное дифференцирование, то как оно действует. И вот это предложение показывает, что, ну как бы оно тоже естественно, что наше дифференцирование должно действовать очень простым образом. Если спаривание равно нулю, то тогда соответствующий компонент уходит в ноль. А если спаривание больше нуля, то тогда соответствующий компонент уходит в компоненту со сдвинутым весом лямда плюс мил. Причем там происходит изоморфизм. Ну то есть вот это вот компоненты, они изоморфны как модуль относительно полупростой части этой Ж. И вот тут можно выписать явную формулу, ну которая следует просто исторического случая. Значит формула должна быть вот такой. Короче говоря, мы просто видим, что если у нас есть Ж корневая подгруппа, то вот мы явно видим, как она действует. И оказывается, что если вес у нее лежит в полугруппе старших весов открытой орбиты, то тогда вот это вот действие, это в точности стандартное действие. Вот такое любопытное наблюдение. Так, сейчас давайте я переключусь на следующий слайд, там у меня остатки. Спасибо за внимание, не влезло, да? Да, мне тут ограничили, сказали, ты не можешь больше 20 слайдов сделать на этой доске. Ну вот. И теперь давайте мы рассмотрим вот это вот пересечение веса группы Ж с полугруппой старших весов открытой же орбиты. Опять же у нас вот открытая же орбита, где у нас работает конструкция стандартных корневых подгрупп. И вот если мы берем вот это множество, то вот теорему доказываем, что для всякого веса, лежащего вот в этой решетке, как бы тут появляется эквивалентный условие, что ню является весом уже корневой подгруппы. Это тогда и только тогда, когда выполнен некое условие, что он является корнем демозера для некоторого роута с таким условием. И в этом случае Ж корневая подгруппа веса не автоматически стандартна, то есть она описывается в нашей конструкции. И вот как раз вот в этом случае, который у нас уже возникал ранее, когда функции, регулярные функции на орбите, они описываются вот этим вот множеством, то есть пересечение М со всеми доминантными весами, тогда эта теорема дает описание, полное описание всех же корневых подгрупп на многообразии Х. Вот для нас это был в некотором смысле неожиданный результат. Ну и открытая проблема получить полное описание всех же корневых подгрупп без этого ограничения. И я хочу сказать, что у нас есть примеры таких же корневых подгрупп, которые под это ограничение не подходят. То есть вот в таком виде следствия, следствие точно не работает в общем случае. И вот тут как раз требуется некая дополнительная работа. Ну и наконец, последняя содержательная вещь, которую я хочу сказать, это что происходит в орисферическом случае. Значит, вот мы тут обсуждали просто какие-то, какие можно доказывать теоремы там с какими ограничениями. Вот самое слабое ограничение это как раз в орисферическом случае. То есть вот мы там накладывали раньше вот серию ограничений, что вот если выполнено вот это, тогда вот такое верно. Если выполнено то, тогда вот такое верно. Так вот, орисферический случай это тот случай, когда вот все накладываемые ограничения автоматически выполнены. То есть все накладываемые ранние ограничения автоматически выполнены. Соответственно, все, что мы доказали там при каких-то ограничениях, вот оно оказывается верным в орисферическом случае. Значит, что такое орисферическое многообразие? Вот у нас есть афинное сферическое же многообразие, оно называется орисферическим. если вот я привожу одно из эквивалентных определений когда мы перемножаем две компоненты в разложении алгебра функции мы попадаем строго вот эту старшую компоненту то есть никаких хвостов тут нету вот как раз я пометил что это условие означает что конус хвостов нулевой ну и вот про теори сферические многообразие известно что для каждой вообще вот для каждой пары mg вот как мы стартовали вторическом случае там существует там существует ровно одно аффиноэтрическое многообарие с такими данными вот в ари сферическом случае ровно то же самое для всякого гамма вот как у бываем насыщенную полугруппу не выбрали в множестве доминантных весов вот для не существует ровно одно ари сферическое многообразие то есть виц тени再colored это на самом деле очень большой класс и я тоже хочу сказать что этот класс он по-видимому наиболее близок к вторическому вот среди всех афинных среди всех сферических многообразий вот этот вот класс орисферический он наиболее близок вторическому видимо во многих отношениях и в частности когда их сфере свеческая вот выполнен то самое заветное условие при котором у нас сам доказаны были куча теорем соответственно а что мы доказывали сферическом случае как следствие всего предыдущего мы описываем мы даем полное описание весов же корневых подгрупп и говорю что все они стандартны а также мы даем полное описание весов горизонтальных же корневых ну на самом деле в горизонтальном случае у нас вот те самые необходимые условия которые мы получали в общем случае они вот они являются достаточно то есть если вес доминанте и является корнем димазюра то тогда существует секундочку но тут я ошибся б корневая подгруппа б корневая подгруппа ну вот и теперь вот в аристическом случае мы также доказываем нашу гипотезу нашего историческом случае мы доказываем гипотезу что всякий простой же инвариантный дивизор на оре сферическом многообразие можно подвинуть при помощи быками ну вот я вижу мое время вышло соответственно дать я пару слов скажу что у нас в работе есть еще совсем частные случаи когда же это произведение группы sl2 на какой-то тор и вот в этом случае мы там накладываем дополнительные ограничения что тор имеет открытую орбиту в x и вот при этом ограничении мы тоже получаем вообще полное описание всех б корневых подгрупп ну ситуация очень частная тут у вас тут у нас свете тор имеет открытую орбиту тоже очень частная ситуация но вот тем не менее в этой очень частной ситуации там все-таки не совсем все тривиально и получается некое писания. Ну вот, давайте на этом я закончу. Спасибо большое. Есть ли какие-то вопросы, помимо тех, что прозвучали в течение доклада или замечания у слушателей? У меня есть такой вопрос. Вроде наука про сферические многообразия, она начинала с симметрических пространств. Вы в своей работе как-то рассматривали этот подкласс? Какие интересные результаты про них есть, нет? Нет. Симметрические пространства, я бы сказал, совсем в другую сторону. Да, это афильные сферические многообразия, но они однородны. Соответственно, там нет же инвариантных простых дивизоров. И что тогда про них доказывать? Бэйн-вариантные простые дивизоры. Бэйн-вариантные простые дивизоры там есть, да. Но вложения-то тоже можно изучать? Нет, можно изучать вложения. То есть, на самом деле, я тут не заявляю никаких прям серьезных результатов в общем случае. То есть, вот у нас в нашей работе стоит цель вообще как бы копнуть в первый раз вообще, что можно про эти Б-корневые подгруппы сказать. Соответственно, если дальше в этом направлении работать, можно рассматривать разные частные ситуации, в смысле, как бы разные классы сферических пространств, смотреть, что-то за них получается. Но просто пока та техника, которую мы тут развиваем в нашей работе, она не позволяет различать, вот типа, давайте рассмотрим симметрические случаи, там он чем-то нам поможет или нет. Вот такого у нас пока нет. Есть ли еще какие-нибудь вопросы или комментарии? Я, может, совсем коротко скажу, что вот у Романа вначале отмечался этот факт, что для произвольной группы F, которая нормализует какую-то подгруппу H, GA подгруппу, что тогда она либо сохраняет открытую орбиту, либо двигает ровно один инвариантный дивизор. Ну, например, если нет дивизора в дополнении к этой орбите, то она ее и сохраняет. Такой не совсем очевидный факт. Это, конечно, не трудно. Каждый может попробовать сделать в качестве упражнения, но это вот не банально, потому что из нормализации следует, что она переставляет орбиты. Ничего она не переставляет, она размазывает орбиты. Поэтому это наблюдение тоже лежало в основе того, что делалось дальше. Это наблюдение, наверное, в частных случаях многими замечалось, там, может, начиная с демозюра. Это, в общем, ну, как бы такой очень действительно естественный прием, который позволяет... Вот, собственно, корни демозюра, вот, наверное, отчасти из этого наблюдения в случае торов и появились. Есть еще какие-нибудь вопросы или комментарии? Да, но вот вы про краски спрашивали, ну, вот, какие там двигаются, какие нет. Но там вот можно с помощью весов это понять. Это вот у Ромы Ивана Владимировича в работе написано. А можно это геометрически понимать, ну, вот, из классификации просто, ну, вот, сведя к однородным пространствам СЛ2ПТ, СЛ2ПУ и СЛ2ПН фактически. Что именно понимать? Ну, какие типы красок могут быть подвинуты? Какие типы красок могут быть подвинуты? Да, а какие никогда не могут. Ага. Это с помощью редукции, что ли, к простым видам? Да, 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 да. Ну, в смысле, это с помощью фактора по параболической подгруппе. Радикалу параболической. Радикалу, да. Ну, да, это вот прием Луны, который, собственно, позволил описать краски на, ну, так сказать, как-то структуру ввести на множестве красок на сферически однородных пространствах, сведение к однородным пространствам полупростого ранга 1, а там это надо уже делать. Ну, у Луны там все-таки посложнее как-то, ну, вот, сама теория. Нет, я имею в виду, что вот этот прием, прием, переход к однородному пространству ранга 1, вот это локализация, то, что называется. Ну, я имею в виду, что у Луны это более глубокий прием, но тут он проще, ну, как бы, ну, вы правы. Есть ли еще какие-нибудь замечания или вопросы? Ну, мне кажется, что, вот, действительно, в сферическом случае, конечно, главная проблема – это эти хвосты. Поле сферический случай, он действительно недалеко ушел от теорического, потому что там, ну, в общем, все действительно базируется на этой алгебревой инвариантов, которой есть алгеброфункционально теорическое многообразие. А вот когда появляются хвосты, да, вот тут вот и начинается самая большая сложность. Я помню, я вот когда-то читал эту работу «Перепечка и Лунглуа», и там действительно тоже вот задумался поначалу, а можно ли это как-то вот действительно обобщить. Но очень быстро понял, что это весьма непривиальная вещь, и, в общем, как-то на этом дело заглохло. Ну, вот, действительно, мне кажется, что основа заложена, и дальше есть много вот в этой работе Романа и Вани, и мне кажется, что действительно вот много куда можно двигаться дальше, как-то, в общем, понятно, куда двигаться, а не понятно только пока как двигаться. Ну, не совсем как бы, но вот мы с Ромой… Володе уже даже понятно как. Нет, ну, мы просто уже с пары месяцев с Ромой обсуждаем как бы этот проект, но вот у нас некоторые идеи есть, как это все. Ну, замечательно. Может быть, к осени вы что-нибудь сделаете на нашем семинаре о дальнейших продвижениях. А вообще, спасибо большое Роману за доклад. Как обычно, у Романа бывает очень ясный и понятный умение рассказать про сложные вещи понятно. Это вообще очень большое дело. Спасибо, Роман.